Человек, он, главное, человек не гордый, понимаете, как он принял все вот эти вот, что вы ему сказали, он к этому отнесся, так внимательно отнесся, вот, пересмотрел по-новому и сказал, да, я понимаю, что я, конечно, зря вот это вот начал говорить, а теперь уже никуда не денешься, вот видео в интернете стоит, люди уже миллионы смотрят его. Так, если будет желание, возможно, разузнай, меня беспокоит один вопрос, что в украинскую, там, как это назвать, республику, государство, от 16 до 60 лет русских не запускать, может это нас коснуться или нет, когда мы едем проездом? Да вы транзит, вас не может это коснуться никак, зачем? Это конкретно кто едет в Киев, заезжает те же, вы же даже в Киев не будете заезжать. Ну, я и тоже говорю, у них там беспредел, то другое, я говорю, а бог, бог-то где? Ну, что это такое? Мы транзитом, у нас паспорта, в которых видно, что мы едем, у нас разрешение. Нет, вас без проблем пропустят, это, в этом даже не может быть сомнений никакого. Так. Ну, представьте себе, на Европу идут транзиты, дороги полные, забитые, и вы что же думаете, никого не пускают туда, что ли? Так, меня так толкует, я говорю, этого не может быть. Не, ни в коем случае. Это же, ну, просто не знаю уже что. Вы из России идете в Европу, зачем вам? Вам Украина, она и не нужна, зачем она вам? Да. Мы по ней в прошлом году погуляли очень хорошо. Во многих городах, и в Киеве, и в Харькове, везде. И во всех городах, национальных библиотеках, мои книги. Все, Севастополь, и Крымский, и Славянский, вот который идет, везде, везде оставил по полному комплекту. Украина для нас не чужое место. Вот эта Ярослава, тоже она выходила на меня позавчера. Что ей сказать, нужна она или не нужна? Нужна. Давай все адреса и телефоны скажи, чтобы когда мы там будем, а мы будем там, ну, примерно, с числа 7 июня, чтобы мы могли встретиться. Или после Англии, мы еще не знаем, но обязательно даже, чтобы она могла там собрать людей каких-то, кто русские есть, там будет видно. Нам обязательно нужно. А в Германии там никуда вы не собираетесь? В Германии наши там живут люди. Там моя племянница живет, там нас ждут. Они за нас вызов нам сделали, и кроме того, страховку заплатили. Германия, это второй год они с нами возятся. Германия, это там, где мы полностью уже отмокаем. Там моемся, они нас снабжают всем. Там задарили нас, машину набили полную. Иди сюда, иди сюда. Она прихорашивалась. Да. А тут что-то вверху, это синее, в экран не вошли. Маленько, Сергей, вот так, пониже надо маленько. Здравствуйте. Добрый день. Вот Сергей так говорит, что вы не против. Я вас встретить? Да, не встретить, но просто побеседовать, что мы вам в тягость не будем. Нет, конечно. Мне в тягость никто не бывает. Она такая, она себя все отдаёт. Она ради людей всё здоровье отдаст. Вот так. Со мной всё время люди. Понятно. Вы когда приедете? Ну, мы думаем быть в первых числах там, в июне. А в июне? В июне. В июне. Потому что 27-го только отсюда выедем. Если всё будет, как бы мог угодно. Там мы бы пошли, если что-то, прям через Белоруссию, нам сразу на Грецию выходить. Но у нас на пути воронишь. Надо встретиться с вами. Мы едем на юг только лично из-за вас. Потому что, ну, так уже мы сроднились и хочется побеседовать, всё заснять на памяти. Ну, и потом в Ростов-на-Дону, и там шахты город такой. В прошлом году у нас была там ставка, куда мы забрасывали книги, а еженедельно мы заправлялись. Это мы везём, с собой-то берём не больше, как 700 килограмм, а туда-то забрасываем 4 тонны. Она знает всё. Ну, вот так. Мы не шуёли. Просто тут наготовит, всех держу. Да, мы едем не за копейкой, мы наоборот отдаём. Отдаём и видим результаты какие. Мне уже и я с другом с своим договариванием, который будет встречать вас. Он говорит, давай сейчас тут комнату, к этому снимем, пусть недельку поживут. Я говорю, в какую комнату он... И я говорю, ты его не знаешь, в какую комнату. Никак. Ну, мы пообедать-то можем, но и всё. На этом до свидания. Нам нужно успеть, и там где-то около границы хотя бы день побыть. Мало ли какие задержки. На границах везде бывают разные события. А когда мы войдём в Грецию, то там уже проще. Там живут наши деревенские гречанки. Ну, а дальше это уже Италия, если Господь позволит перейти. Ну, это всё пока разговор идёт. Вот в прошлом году, как мы думали, намечено было где-то. Ну, у нас всё произошло так, но только программа больше была. Позапрошлым году была программа. Мы её в полтора раза больше сделали. В течение лета мы побывали, 240 городов и сёл прошли. Это ответвления какие, какие расстояния. Владивосток, Находка, Хабаровск. Это всё мы прошли. И какие встречи там, краткие встречи, беседы. Распорядок всегда был один. И в 10 вечера мы останавливались на постой. В 2 часа ночи трогались. Каждую ночь в 2 часа мы уже трогались с места. Вот такой график. Да, сидеть не нужно. Ну, какой там сидеть-то? А когда мы войдём обратно в Россию, если благополучно всё закончится, ну, тут-то мы тогда вздохнём. Мы иногда бывают ещё при солнечном свете ищем, где остановиться там в лесополосах. Бывает, закрываем машину-то, ну, а потом беседа. Чуть-чуть пониже бы маленько, мать. Только, ох, как-то. А, Сергей, никак нельзя там подвинуть-то? Никак, да? Вот так. Вот так. А вам неудобно стоять-то так, под самые очки. Вот так хорошо. Вот так. Мы едем за счёт того, что Господь благословляет, и люди молятся. Иначе бы мы не тронулись. И как к кому? О, много-много-много. Сам ушёл. Подними маленько, Сергей. Себя-то подними. Вот так. О! Вот это идеально. Вот. Потому что короткое время. Мы будем потом вспоминать. Упустили время. Мы и так опоздали на четыре года уже. Я знаю. Четыре года назад вышел указ от президента. Ничего не принимать нигде. Он обезопасил себя со всех сторон. Вот. Ну, для нас как и не... В смысле как? Ни чего не принимать? В библиотеках книги. А почему? Потому что не всё проверено. И где-то будут против говорить, против режима. Как его называют? Антинародный режим России. Я говорю, у нас верующие. Там ничего этого нету совсем. Ну, у нас указаний нет. А не в интернет там экстремистская литература, которая... Чтобы выходит не от вас, а там нету экстремистская. Так какая экстремистская? Там мы к небу стремимся. Мы не везём миссии любви. Как мирно жить? Как по-другому исправить? Чтобы семьи не рушились? Чтобы дети были послушаны? Жёны верные? У нас всё это отображено на основании Святой Библии. И это я должен в течение там полчаса всё сделать. И тут же опять на машину. У нас в среднем получалось в день 5 мест посетить надо. 5 городов, 5 сёл. Вот представляй теперь. Как мы должны смотреть были? Ну, я не знаю. Это здоровье нужно огромное, чтобы вот такое путешествие сделать. Это не просто так, как говорится, не представишь. Потому что на неделю, на три дня куда-то выезжали, я помню. И то, сколько оставляли здоровья там и сил. Так, мы заезжая в город, сразу спрашиваем, где тут библиотека. Ну, представь, человек спросит, где ресторан, он скажет, кинотеатр знает, библиотека. Даже не слышали. Но нам попадают люди, которые знают. Мы приезжаем туда, заходим, нежданное, незванное. Я должен переломить обстановку. Недоверие. Вызвать доверие к себе. Кто я? Я автор книг. И книгам. Я оставляю книги, это мои друзья. Я должен доказать, что именно то, чего у них в библиотеках нет. А где там знакомые нам люди, там вообще все открыто. Там уже люди собраны в библиотеке. Мы встречаемся, беседуем. Даже попы приходят, книги пытаются как-то выдрать. А они еще не могут сделать. А в других местах они обманывают. Это книги, они нужны для семинарий, дайте нам. Но блокируют. А мы идем. Я делаю перед Богом. Я знаю, что мои книги имеют особое свойство вашего творения. Когда попадают за крещенным, люди другие делаются. Почему? Потому что я пишу о том, что знаю. Я сам там был. Это не рассказы за чашкой чая. Я не сказал, я же не представил. Татьяну зовут. Хорошо. У меня родная сестра Татьяна. В Киргизии живет. А сколько же у вас всего осталось человек из семьи? Восемь. Восемь? Восемь детей осталось. А было двенадцать, да? А было двенадцать. Два умерли маленькие. А вот недели три назад брат у меня умер. В Волгограде там был. Старше, да? Этот моложе, а тот в Москве был, тот старше. Это хорошо, когда много. Ну, я не знаю, как. Вот мы как-то привыкли. Мы даже не замечали, что много. У нас как-то настолько мы спаянные были. Отец-пастух, мы пасли дома там, играли, где настолько все было дружно. Вот наберем там, ну, ягоды где-то, и кучками раскладываем. Через дорогу бабушка живет. Это бабушки, это тяти. Папой не звали, тяти. Это маме. Вот все на всех. И все делилось, последняя крошка. И мы так в этом прожили. Я по-другому просто не знаю, что другая жизнь, мне кажется, это как-то ненормально или что. Я внучке своей говорю, Яночка, мне так хочется, чтобы у тебя было много деток. Да. Хочется, мне очень хочется. Ну, вот так вот так. Ни один, ни два. Пусть будут. У нас пять братьев, пять сестер. А отец инвалид войны, у него вот так вот руки не было. И как-то, я сейчас назад смотрю, они с матерью вдвоем полкласса не кончили, совершенно неграмотные. Но как они мудро поступали. Вот. Ну, бывает, с родителями, отец очень строгий был у нас. Зайдет, у матери там, она, чугуны для свиней, там, вытащит, поставит, он зайдет холера. Холера, ругательство это у него было. Расставила чугуны. Ребенок-то ошпарится. Вот. Он следил за этим. Поэтому десять, а у нас никто не ошпарился. Нигде глаз никто не выкнул. Отец как, ну, смотрел за этим делом-то. И вот как только отец выйдет, обычно мать начинает, а вот он, наша мать никогда, мы ничего не слышали. Чтобы она против говорила. Я, вот у нас, вот есть такой у меня здесь ролик, кстати, Яша плащет. Смотрел? Ну да. Я рассказываю. Главное у матери было, это что отец скажет. Вот придет, а мы сделали или не сделали. Я этого не знал. Смотрите, а что отец может сказать, когда он пригонит коров-то, овечек? Я не знаю, но мы боялись этого слова. Вот отец скажет, а мы не сделали. Поэтому мать мне покажет, а огород это полгектара. Вот, четыре редка там или два скажет сколько. Пропали. Я пласта, жара, тут для меня ничего не значит. Я должен примерно к четырем часам закончить. А зачем? Ведра, два ведра беру, теперь бегу в степь, там далеко суслики бегают. И теперь из лога я ведрами несу туда выливать их. Он выходит, когда его зашиворот, этого суслика-то. И вот, чтобы сдать суслика, шкурку высушить, за 20 километров отвезти, это три копейки. Три копейки. А мне велосипед надо купить. Дома-то четыре класса, а 15 километров туда десятилетка, я туда должен ездить-то. А денег-то больше нету. Я должен зарабатывать себе сам был, с пяти лет уже. И мы этого не замечали, считали, что нормально, так мы и правильно живем. Да. Так и хочется так жить. Чтобы и дети, и внуки наши уже такими же были. Они совсем другие. Почтение к родителям, со старикам. Конечно, были маленькие там, это все было. Старший брат был выдущик у деда корова в маленькой стороне. А когда снег будет дальше, он загораживал ее, замрует все. Так он придумал, когда по коридору к корове-то идти туда, под снегом там. А брат сделал так маленько там в снегу, потом мы снег вытаскивали, а там расширяет и камера, и там интересно было сидеть. И брат туда, он такой механик был, и он провел туда электричество, там у соседки, тетки выпросили лампочку. Ну, это уже когда было-то, это трудно все было-то. А дед узнал, откуда ездил, граблями-то оторвал провод-то, оторвал. А брат нарисовал тогда, газету выпустил, своя домашняя, как дед граблями отрывает эти. Ну, а добрак выдущик. А я-то за ним тянусь, я его любил сильно. И я с ними туда под снег-то залез. А весной, когда прорвет, там был Солоновка, пруд-то, в нем рыба, караси-то. Ну, а по логу-то идет, а там осока, и рыба там где-то застревала. Ну, она там что, застряла, она задохнулась. А мы, брат возьмет сковородки, все знал. Ну, он на пять лет старше меня. Я у деда учился, когда мне там совсем было, десяти лет, десять-то лет было, нет. И я с ними тащился, как он на поле, как это и жарить, эту рыбу, он все знал. До нас несколько человек. А он меня на каждом шагу обманывал, брат. Копейки мои отберется, скажет, в армию пойду, заработаю, отдам. А я ничего не соображал, думаю, в армии там много зарабатывает. Он все мог делать. И он лыжи делает, сам лыжи делает. Он магнитофон сам делал. Прибор, но радиоприемник, и все. Ох, и мастер был. А я совершенно не способный где-то. Я смотрю на него, и... Хороший у меня брат. Он карту нарисует, как пройти через сбор десять километров, какие отрожки, куда. Я не мог понять, как он может запомнить, куда, какая дорога ведет, когда идет в лесу. И он все дороги, карту нарисует, я по ней тогда прохожу. Для меня это было сверхъестественно. Но он не был избранником Божьим. Он тайно курил, все у него такое было, и по-божески. Вот он где-то что-то мать обманывает, а я брата люблю. А мать-то, видимо, чувствует, что неправду говорит. А он врет, я стою, у меня слезы потекут. И она по мне определяла, что он неправду говорит. И мне его выдать нельзя. Помню, однажды они курили, а я не курю. Они меня повалили там с двоюродным братом, папиросы в рот сунули, нос зажали, чтобы я дыхнул. Я дыхнул, они отпустили, все, теперь не скажешь, ты тоже курил. Ну я все, я молчу, курил. Ой-ой-ой. Я доволен, какое было детство у нас, какие родители. Вот мы все могли делать, приучали. Какое дело, они все знали. И нам как-то было радостно так. Отец рассказывает о прошлой жизни. Это у меня в книге все написано. Как жили раньше. И вот Татьяне-то скажу, она не поверит, кем я готовился быть. Мечта была, кем стать. Одного летщиком, другого космонавтом. А я с детства хотел стать террористом. Коммунистам отомстить, что они сделали. Отец рассказывает, как людей раскулачили, убивали. Я все обдумывал, как, чтобы не попасться. Я тренировался, бокс, стрельба, это в кружки эти записывался. Ой-ой-ой. А Господь показал, тебя будут бить, тебя будут сажать. Тебя будут подминать. Бог все переначал по-другому. И я благодарю Бога, что так все было. Господь пронес по любви своей на руках. Да, слава Богу. Да. Я раз все вспоминаю, в армии пошел записываться во французский легион. Вообще, ой-ой-ой. У нас в военкомате, да? Нет, в армии уже был. В Алжире была война. Я пошел к начальству и спросил, зачем? А чтобы французский язык хорошо знать. Вот балбес, сэр. Только и скажешь. Я вот что Татьяна говорю. Вот Господь как усмотрел, что мы познакомились с Сергеем-то. С этим житие. А теперь у него новое житие пишется. Он столько помогает. Вот мы с ним где беседуем. Видите, со мной неудобно знать. Я ничего не скрываю. Говорю открытое. Но у нас пока ничего не разделяет. Я его предупреждаю все время. Смотри за глаза, чтобы мы не расстались. Кто-то что-то будет клепать, говорить против. Ну и люди встречаются в следующий раз. Он другой уже. Ему кто-то наговорил. Это не годится. Ты со мной поговори. Ты спроси, было или не было это. Ну да. Брал я у тебя, не брал. Сатана клещет. У нас расстался с такой. Двое живут мирно. Ну по-хорошему, как мирские люди-то. А сатане это не угодно, когда молодая муж, жена. Он подходит там, бабушка одна. Ну как живешь? Да хорошо. А где твой Дима-то? Да на работе. А что так поздно? Да он там в конструкторском бюро. Там важное задание какое-то. Я не знаю, что он там делает. Ну ладно, если на работе. А то бывает и не на работе. Да где ему быть? Да ты что, не знаешь где. А ты подойдет к часам там где-то есть. Во сколько приходится? В 10. А ты в полдесятого приди там у столба. По часам это. Узнай, что он там. Я уже не раз там его видела. И ушла. А к нему тоже пришла. Те же самые слова. Жена, да она ждет, да она любит. А ты в полдевятого там придет, там по часам это. Посмотри, кого она там ждет. Да кого она ждет? Она дома всегда будет. Ну, весь день думала. И она думала. Приходит. Вон, правда там. Так не зря про тебя говорили. А она тоже не зря говорили. Да ладно, они разговаривались. Кто тебе говорил? Бабка. Какая на блаках одета? Так, так она одна и та же. Это сатана в таком виде подошел. И заочно-то. И сатана не любит. Говорят, он боится креста. Он не креста боится. Он на крест залезет и ногами колотит. Он боится любви. Когда мы живем по любви. По согласию. Он терпеть этого не может. А креста он не боится. Он боится креста, когда с верой человек верует. Молится и долбит его крестом. Вот тогда он боится. Сгинет сатана. Это вот один священник где-то, я не помню, рассказывал. Это вот когда канонизировали Евгений, который погиб в Чечне. Которому голову отрезали. Крест не снял он. И говорили, что в жизни случая такого не было, чтобы кто-то смог снять крест с тебя. Я говорю, ну как же не было? Да полно снимают кресты. Что же вы думаете? Это Родионов поди Женя. Женя Родионов. Ну да. Это обман. Сплошной обман. У меня в книге об этом говорится. Их как воробьев взяли. Еще четверо они сидели там, басни травили. Я знаю, про что обычно разговаривают молодые люди. А эти днем промелькали, они на скорой помощи туда-сюда. А тут выскочили мгновенно их. Слышали там метров 300-400, там где у них ва. Основной это есть. Крещали. А утром пришли, никого нигде нет. Крест на голове. Я говорю, ты куклу голову убери и попробуй повесить крест. Как он крест-то удержится, когда головы-то нет? Он за счет головы крест держится-то. Даже здесь соврать не умеют. Ничего этого не было. Взяли, погибли, убили. Больше мы ничего не знаем. Мать правильно говорит. Я была на работе, когда его взяли. В инкомат потребовал. Я даже не простилась с ним. И когда она ездила, и они о них забыли. Она везде деньги платила. Дом продали, там что она пишет. Она его достала. Ну а дальше-то все равно. Я как-то говорил, а мне, вы все знаете. А попали бы туда, я бы не попал. А как? Да очень просто. Я же в армии служил, знаю как. Я знаю, как другие служат. А как? Ну вот у нас, я служил в ракетных войсках. Это не страйбат. И у нас была станция СЕВ, слежение за спутниками. То есть выше нас в армии, может, никого не было. Это элитные войска. И вот надо охранять же, там какие склады. Огорожено все. Туда назначили. Первым делом я обошел все. Посмотрел, где продрана проволока. Откуда видать, куда тень падает. Какая дорога по дороге, кто идет, проходит. Откуда зайдут. Нашел место, выкопал маленькую ямочку. Залег в тень. Все, меня не видать. А пошел, когда все знают, я сто из ста выбиваю. Надо стрелять в воздух. Я предупредил, ко мне будете идти, стрелять я не буду в воздух. Первым делом на поражение, а потом в воздух. Чтобы меня никто не обнаружил. Так они, как менять вахту, издалека кричат. Это мы свои идем. Свои идем. Еще ближе, да остановятся. Их было четверо. Они могли расстретоточиться. Один в будке сидел, остальные по разным сторонам. Да этим щеченцам зубы так прочистили, чтобы они, говорят, забыли, куда ехать. Они несли ни вахту. Они вышли отбыть время, травить. У нас было так. Как только на вахт идти в наряд, дают время. После обеда уже никуда не трогают. Ложись спать. А ребята, еще он будет спать. Он на вахте выспится. Я сразу ложился спать. Мне ночью надо бодрствовать. Я глаз не сомкну. Мне доверили склады. На меня надеются. И у меня все время благодарности были. На побывку домой отпустили. Они несерьезные делали. Я приучил там собачонку одна. Прикормил ее. Где нижние провода повесил разные банки, чтобы загремели. Я хорошо слышал. И собака залаяла. А безопасность от всех сторон. Ни с какой стороны. Все двери я вижу, с какой стороны кто подойдет. От меня он не ушел, но кто пришел. Бог не дал мне руки осквернеть убийством. А здесь знали. Чечня и в Чечне в рот разинули. Мы в прошлом году были два раза в Чечне. Народ там до того он плохой. Головы режут. Вы знаете таких, я знаю других. Я еще не спрошу. Они готовы впереди ехать, показывать. И молодежь и все. В это время приехал там замминистра. Или министр был в библиотеке. Так они высшие мусульманки. Одеты. С нами фотографируются. Кто? Мусульманки. Да они... Я еще раз говорю. У нас фотографии на руках. Вот я в доме Мулы. Вы видели сами. С нами по-другому было. Почему? А мы другие. Мы иные. У меня они не враги. Мусульмане мне не враги. Мусульмане мне не враги. Рамзану Кадырову подарил книги. Мы делали для Бога. Заходим. Это было в Махачкале. Это там только уехали. Там машину с разрешаткой сразу обнаружили. Везде снайперы стоят. А мы библиотека национальная имена Расула Гамзатова. И там и стрелка посередине написана. Молитва это комната для намаза. А по-русски комната для молитвы. Я директора спросил. Скажите, а вот мой русский православный к вам может туда зайти по молитву? Да пожалуйста. Но там закрыто на замке. Сейчас он звонок дал. Мы идем уже комната раскрыта. Надо разуться. Мы разулись. Зашли. Начали молиться. Совершили полное правило по православному. И все это записали на ролик. Он у нас стоит здесь. Я искал, искал. Так и не нашел. Как он называется? Где он есть этот ролик? Я не знаю, как он называется. Но надо может зарядить Азербайджан. Это не Азербайджан. Дагестан. Дагестан. И это благовестие. Теме о благовестии там можно найти. Я не знаю, как искать. Но я рассказываю то, что есть. Это подтверждено на фотографиях. Директор. Он расположен. Я говорю, выйдем из вашей, где у него кабинет. Перед табличкой. Сфотографируемся. Он вышел, сфотографировался. Они просто замечательные люди. А когда мы были там, когда узнали, откуда мы приехали в магазине-то. Я не знаю, кто они такие, эти люди. Я потом через другие места послал им благодарность. Выписал грамоту. Они давай нас нагружать в магазине продуктами. Деньги не берут. Сыру, хлеба, воды сколько банок дали, помидоров, бананы. То есть счет только не дают. Мы не берем. Первый раз нас видят. Да вы так едете с такой миссией. Да далеко так. Да возьмите. Я деньги дую. Ни под каким видом не берут. Первый раз видят. И кто? Где? В мусульманской стране. Я еще буду сказать, что этого не было. Да какой же я тогда буду? Вот это действительно подтверждает, что для них гость это святое, да? Да. Я подтверждаю. Я там был. Был. Конечно, мы были в Грузии. Там мой крестник живет. Я там дольше был. Здесь-то проездом только. А там-то мы ночевали в доме священника. Еврея. Моего крестника. У меня везде корешки там какие-то есть. Но мы были в этом, Алане называется, Северная Осетия, Кабардино-Балкария. Вот которые эти республики. Шесть мусульманских республик. Это чего-то стоит? Ни две, ни три. Мы видели этих людей. Мне они нравятся. Как женщины одеты. Ну, у нас так же вот одеты. Саламудренно. Ребята там, где было, это где-то Каспийский. Там прям с таким вот. А вот такие кто? Приехали проверять. Да мы православные. Мы вот едем. Ночевать вплотную к забору, где они там роют подземный правительственный какой-то тоннель. Сразу нас. Молодые, а вы знаете, кто последний пророк? Я говорю, знаю. А кто? А не Мухаммад думает. Я говорю, пророк Илья и Инох. Нет. А он еще больше ничего не знает. Здоровые, крепкие ребята. Поговорили, ушли. Мы ночевали. Утром встали. Поехали дальше. Мало того, поехали в лес. Шофер не послушал. И застряли. Так они там машину развернули. Он, может быть, русский человек-то. Зацепили нас и вытащили оттуда. Вот и все. Я думаю, все это молитва. Мы едем на молитве. За нас все молились. И мусульмане, и баптисты, и православные, и священники, и архиереи. Мы едем. Миссия мира, любви во Христе. Вот за два года, вот 13-й и 12-й, мы только книг дороги подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Учитывая, что у меня минимальная пенсия. Это стоит чего-то? Это нельзя повторить. А нынче, если мы поедем до благополучного, это вообще запредельно будет. Представьте, переплывать только три раза будем на паромах. Дойти до Португалии, Испания, Франция. Пройти в Англию. После этого в центр Европы пройти весь. Все Цюрихи, все Бельгии, Люксембурги. Через здание войти на Финляндию, пройти Швеция, Норвегия. И оттуда нас отправляют через Финлянский залив в Прибалтику. Пройти и тогда уходим на север. И еще за нами будет не меньше как 115 городов и сел в России. Мы идем не для себя. Опасностям числа нет. А мы даже не видим эти опасности. Мы благословенные у Бога. Притом я отдаю мою, мой труд. 50 лет моего труда я отдаю. Ну какое-то чувство должно быть, я отдаю, да даром. А у меня наоборот какая-то радость волнами идет. Господи, Ты дал, Ты взял. И когда люди расположены, берут, у меня особое чувство. Его не выразишь какое, если этого нет. Он дал. Я расслышал голос его. И во имя Христа я это отдаю. Потому что то, что я говорю, они не знают и не скажут. Ни священники, ни кто. Они друг друга боятся. Для меня это не существует. Он Андрей-то Кураев этот. Правильно он сказал. Игнатьев, наплевать, кто что думает и говорит. А мне не наплевать. Я думаю, что епископ скажет. Кто что-то скажет. Так и получилось все. А мне еще плевать. Или на меня я принимаю как есть. Это мой путь. Я его избрал. Я ничего лучше, прекраснее православия не знаю. Хотя знаю с разными людьми. Он мечтал вот о свободе, об этой. Вот он сейчас забрел ее, свободу. Да. Ура! Я ему сказал. Он сказал, я Игнатью завидую. Или я ему сильно завидую. Два раза сказал. Это уже повлекло за собой следующее. Благословен Господь. Ну все, прощаемся. Спаси Христос. До встречи. До встречи. Если Господь благословит. Так, мы трое. Три брата. И собака с нами. Хорошо. Собака непростая. Чемпион России. Официально. Вот Господь как сделал. Была чемпионом Сибири. А когда вернулась, стала чемпионом России. Овчарка, да? Овчарка, восточноевропейская. Ушки-то торчком. Красавец. Ему 4 года. Может с половиной. Хорошо. Благодарю вас, Господи. Слава Христу. Так, поводите, пойдем готовиться. Должны подъехать, где-то наши братья.